Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Очередная проверка на маршрутах движения общественного транспорта прошла в Анапе. Легкой службы и благополучия. 10 ноября сотрудники органов внутренних дел отметили профессиональный праздник. Лучших в профессии отметили на сцене гортеатра. А сейчас обо всем подробнее. Управление муниципального контроля продолжает вести мониторинг соблюдения правил благоустройства курорта. И эта работа направлена прежде всего на результат. После проведенной на улице Ленина проверки, замечания специалистов городской службы не остались без внимания. Выявленные нарушения устранены. На углу улиц Ленина и 40-летия Попеды работы по укладке нового асфальта завершены. На пешеходном переходе отремонтирована часть дорожного полотна. Но обязательной разметки до сих пор нет. Во время проверки муниципального контроля на территории проводили уборку и восстанавливали газон. В очереди на восстановление – ограждение. Это не единственное нарушение правил благоустройства в городе. В районе кафе Яема отремонтирована часть дорожного полотна. Вокруг канализационных люков асфальт не уложен. Да и тротуар должен выглядеть иначе. Здесь тоже живут люди. Включайте рулон и газон. Приживется. В ближайшие дни ответственным службам рекомендовано устранить недочеты. На пересечении улиц Лениной крепостной собственники аптеки, кафе и магазинов забыли о благоустройстве прилегающей территории. У каждого объекта и предприятия общественного питания и торговли должны стоять урны для мусора. И этот участок – не исключение. Урна должна быть. Сейчас мы прошли. Значит, там, где нет урна, сейчас будут выставлять урны. За нарушение правил благоустройства возбуждено административное производство. Специалисты управления муниципального контроля подготовили пакет документов и направили на рассмотрение административной комиссии, где определяют сумму штрафа. Также собственникам заведений общепита и торговли рекомендовали срочно привести прилегающую территорию в надлежащий вид. За две недели на пересечении улиц Лениной крепостной заметны изменения. Собственники предприятий торговли общепита благоустроили прилегающую территорию. На входе каждого заведения установили урны, а в клумбах высадили цветы. Жалобы анапчан и гостей курорта на работу общественного транспорта становятся поводом для проверки. В центре внимания специалистов отдела по транспорту и связи, санитарное состояние и информационное обеспечение автобусов и маршруток. В очередном рейде на пригородных маршрутах и маршруте номер 25 участвовала и наша съемочная группа. По поручению главы города Сергея Сергеева, контролирующие службы усилили работу по выявлению нарушителей в сфере пассажирских перевозок. На конечной остановке пригородных маршрутов специалисты отдела по транспорту и связи нарушений не выявили. В каждом автобусе информация о рейсе и водителе в салоне чисто. Пассажиры 106 маршрута жалуются только на несоответствие расписания. Автобусы, следующие в станицу Благовещенскую, его не соблюдают. В 11 Благовещенке должен был выехать, автобуса не было. Но если его не может быть, этого автобуса, если мало людей, делайте меньше расписания. Ну чтобы оно ходило, расписание стоит, человек надеется, приходит, никакого автобуса нет. Ну просто не серьезно. С проблемой пообещали разобраться. На конечном остановочном пункте 25 маршрутки в Новоалексеевке в ходе проверки специалисты транспортного отдела зафиксировали нарушения. В автобусе нет информации, а также боковой и задней таблички с номерами схемы маршрута. Идут нарекания со всех сторон за вашей информацией, а люди не могут увидеть, какой автобус они встречают. На водителя составили административный протокол. Руководителю предприятия выписано предписание. На таких рейдовых мероприятиях сотрудники отдела обращают особое внимание на проблемы, о которых говорят и на пчане пассажиры. Специалистами отдела по транспорту и связи ведется опрос граждан и наличие жалоб. Эти жалобы проверяются и идет оперативное реагирование на них. Специалисты отдела по транспорту и связи будут продолжать контрольные проверки санитарного состояния и информационного обеспечения маршрутных автобусов в городе-курорте. Лучшие в профессии и на службе. Сотрудники органов внутренних дел принимали поздравления на сцене городского театра. С профессиональным праздником полицейских поздравил глава города Сергей Сергеев. В городском театре собралось рекордное количество звезд. Маленькие лейтенантские и большие майорские. Звездочки-пайетки на платьицах дочек, которые пришли поддержать своих пап и мам. В Анапе день сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отметили в новом формате. Торжественно внесли российский флаг. Глава курорта Сергей Сергеев поздравил сотрудников анапской полиции с профессиональным праздником. Давайте вспомним прошедший год. Конечно же, знаменательное событие – это олимпийские. Вы обеспечивали общественный порядок. Безопасность силы была обеспечена на высочайшем уровне. Следом за олимпийскими играми – стихийное бедствие. У нас рвались провода, шел ледяной дождь. После этого ураган, совсем недавно наводнение. Но даже при ограблении банка, посмотрев на месте, как работает оперативно-следственная группа, у меня была уверенность, что все это будет на высочайшем уровне. Таких преступлений в стране случилось два в этом роде. Анапское преступление раскрыто. Спасибо вам за тот труд, который вы выполняете. А мы, по мере возможности, будем помогать вам выполнять ваши служебные обязанности. Спасибо вам. Здоровья, достатка, терпения ваших близких. С праздником вас! Лучшие из лучших были отмечены благодарственными письмами, медалями и памятными подарками. Офицеры получили новые звезды, очередные звания. Анапчане подготовили видеопоздравления сотрудникам внутренних дел. На экране показали целый ряд видеосюжетов. Семейные династии, уважаемые ветераны, молодежь, прекрасные женщины, красавцы, мужчины. Знаете, вот как говорят уже пенсионеры, первые пять лет романтика, вторые пять лет думаешь, что я здесь делаю, третьи пять лет жалко, первые десять, а четвертые уже до пенсии вроде недалеко. У каждого под кителем бьется живое сердце. Об этом старались рассказать анапчанам организаторы праздника. Акробатические выступления творческих коллективов зрители искупали в овациях. Минуты молчания почтили память погибших при исполнении служебного долга. Возложили к памятнику корзину цветов. Родители в погонах поздравили дети. Праздник получился удивительно душевным, теплым и запоминающимся. Сегодня на празднике много тех товарищей, которые со мной сидели, и много новых, молодых, красивых, симпатичных, стройных, просто любят посмотреть. Мы уверены, что это надежная охрана общественного порядка борьбы с преступностью. Хорошее преступление и четко все, не расплывчиво. Ну, в общем, красиво пошло все. Что сегодня больше всего понравилось? Фильмы, снятые о сотрудниках полиции. Очень хорошие фильмы. Они очень интересные. Никогда такого не было, чтобы рассматривали. И личную жизнь сотрудников, и детки участвовали. Лично для меня это как маяк, на который, я считаю, нужно равняться и стремиться к лучшему. Я здесь уже служу больше 20 лет. Первый раз такая интересная программа. В общем-то, мне очень понравилось. Очень все было интересно. Сергей Булахов служит родине уже 30 лет. На празднике получил медаль за боевое содружество. Был руководителем, одним из руководителей наших кубанских подразделений, которые готовили Олимпиаду и проводили ее. Ну, нелегко, 4 месяца мы жили в горах, не в самых лучших условиях. Ну, как все Олимпиаду видели, она прошла на высоком уровне, ее все оценили. Без выходных и праздников они готовы рисковать собой ради спокойствия и безопасности горожан. Все гости праздника как один отвечают, что служба для них – это уже не служба, а жизнь. Их жизнь – это ежедневный подвиг и желание защитить тех, кто рядом. Спортивная тема в продолжении выпуска. Ежегодно в начале ноября в Анапе проходит турнир подзюдо – турнир памяти. Своими победами спортсмены чтят память тренера Давида Баласяна, трагически ушедшего из жизни в 22 года. На церемонии открытия соревнований побывала наша съемочная группа. Белые, желтые, оранжевые, красные, синие и зеленые – пояса всех цветов на спортсменах. Юноши и девушки 13-14 лет выстроились перед российским триколором. Напротив – почетные гости и судьи соревнований. Традиционный турнир подзюдо, посвященный памяти мастера спорта России по самбо и дзюдо Давида Баласяна, объявлен открытым. Эта школа выращивает хороших мастеров спорта, чемпионов. Я надеюсь, что кто здесь участвует в этом турнире, возьмет эстафету. Хочу пожелать вам, конечно, удачи и самое главное – добиться самых высоких результатов. Минутой молчания почтили память Давида. В могиле возложили венки, но главная память в сердцах близких и друзей. Отец Давида Вагив Баласян помнит, как привел 9-летнего сына в спортзал, как гордился каждой его победой. Гордиться – это не то слово. Это гораздо больше было. Тем более, когда он приезжал в зарубежных соревнованиях с медалями. Это было больше, чем горбость. Если честно сказать, это была моя сократная мечта, чтобы он стал. Я был спортсменом мирового уровня. Мы очень хотели попасть на Олимпиаду, но, увы. Я человек спорту неравнодушный. А в данном случае не мог не прийти на этот турнир, потому что лично хорошо знал Давида. В Дюхеша номер 4 сложилась хорошая традиция. Здесь помнят и чтут память о выдающихся тренерах, о выдающихся учениках. Надо помнить хорошо прошлое с тем, чтобы в будущем добиваться хороших результатов. Лучшие воспитанники спортивной школы получили награды и денежные премии. Победители первенства мира по самбо среди молодежи Елена Брелякова и Кристина Усова. Серебряный призер первенства России по самбо Руслан Аскеров. Очень приятно было, что нас в школе не забывает, что с таким трепетным отношением к нам относятся. Это действительно очень приятно. На татаме 253 спортсмена из Анапы, Геленджика, Крымска, Услабинска, Новороссийска и других городов края. 18 весовых категорий от 32 килограммов до 73. Каждый молодой спортсмен жаждет победы. У каждого свой пример для того, чтобы равняться. Для многих это Давид Болосян. Гордость Анапы. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Вип-Парт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Вип-Арт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Вип-Арт» – клуб настоящих модниц.